Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся Лизнёва. Для тех, кто не знает, чем я занимаюсь, я вам расскажу. Я развиваюсь и довольно-таки успешно, активно в сфере MLM-индустрии. И знаете, часто бытует такое мнение, приходят мне такие сообщения, что вот, мол, бедные ваши дети, дети сестивяков, несчастные дети, потому что родители чуть ли не с пеленок заставляют их продавать там, кто духи, кто бады, и что дети такие несчастные, замученные, сидят на ваших презентациях, и детства-то у них нет, и всё-всё в таком духе, и родители просто у них изверги. Вы знаете, я хотела поделиться с вами своими размышлениями на эту тему, потому что буквально сегодня и вчера я столкнулась с такой ситуацией, которая прям дала мне яркую картинку, представление именно того, как мы воспитываем детей и куда мы с вами их ведём. Если тебе стало интересно, оставайся на канале, досмотри это видео до конца. Итак, вчера я ехала на обед в кафе, мы с супругом любим это делать, посещаем разные места, и подходит ко мне мальчик и просит, ну, типа, тётенька, дайте, пожалуйста, 10 рублей. Я всегда готова прийти на помощь, помочь обездоленным, старикам, детям, но у меня всегда возникает вопрос, на что тебе нужны эти деньги. Когда человек говорит, мне бы вот хлеба купить, или, допустим, там, ну, какой-то продукт питания, я просто иду, покупаю и отдаю эти продукты человеку. Если человек говорит, мне, там, не хватает похмелиться на сигареты и так далее, я, конечно же, говорю, извините, это не ко мне. Так вот, мальчик сказал, что ему не хватает денег на сок. Я говорю, пошли со мной, мы зашли в продуктовый магазин, он выбрал любой сок, который ему понравился, и я купила ему сок. Сегодня тоже ребёнок стал просить денег, и была такая же подобная ситуация. Причём эти дети довольно-таки уже подросткового возраста. То есть это тот возраст, когда, в принципе, человек уже может каким-то своим трудом заработать какую-то часть денег на те же сладости, соки и так далее. Вопрос в их видении. То есть, видимо, в тех семьях, в которых они воспитываются, не прививается того чувства, когда человек может понять, каким образом он может заработать. И у ребёнка возникает в голове что-то, просто я пойду попрошайничать. Но согласитесь, что если человек с детства, он попрошайничает, он никогда не научится заработать денег, он никогда не ответит себе на вопрос, как я могу изменить эту ситуацию. Я не хочу хвастаться. Вы прекрасно знаете, следите за моим каналом, за моей семьёй, где мы бываем, с кем мы общаемся. Но нашим детям, они достаточно ещё небольшого возраста, им 5-7 лет, но они уже в этом возрасте понимают, каким образом они могут заработать. Если они хотят какую-то игрушку и просят у нас купить, мы садимся и говорим, давай подумаем, как мы можем её приобрести. И дети говорят, я сделаю то-то, пусть это будет какая-то помощь родителям, возможно, какие-то другие полезные вещи, за которые мы, конечно, допустим, можем часть денег дать и часть добавить, но это будет уже проявление того, когда человек ищет возможность, как заработать. Летом сейчас мы вернулись с Крыма, и, знаете, доходило до смешного, когда ребёнок подбегал ко мне, я лежала на пляже, сгорала, он подходит и держит 100 рублей, говорит, мама, я заработала. Я говорю, как? Он говорит, а я ракушки продал. То есть, понимаете, не возникает проблемы. Есть ракушки, буду продавать ракушки. Есть у нас в Оренбурге весной жёлуди, он будет продавать жёлуди. Ребёнок формирует качество, коммуникабельность, да? Он может подойти, предложить услугу, он может подойти, предложить товар. Кто-то сейчас из вас подумает, да, но не все любят продавать. Да, я соглашусь, не все любят продавать, но вся наша жизнь, друзья, продажа. Мы продаём себя, свой труд, свои знания, своё время. Вопрос, кто-то делает это за бесценок, а кто-то это делает с хорошим финансовым вознаграждением. Поэтому подумайте, всегда ли хорошо своим детям давать рыбу. Возможно, наша позиция в семье такая, что лучше мы дадим ребёнку удочку и научим его ловить рыбу. И тогда мы детям принесём гораздо больше пользы в жизни, нежели мы постоянно будем давать рыбу, и он будет просто беспомощным. Если тебе понравилось это видео, если тебе близка тема моих сегодняшних размышлений, ставь лайк. И, конечно, теперь доступна подписка на мой канал в Инстаграм. Подписывайся, потому что самые интересные, самые свежие новости, самые яркие впечатления, мысли, которые приходят ко мне, ты будешь видеть первым. С вами была Леся Селезнёва. До связи. Всем пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...